Привет, друзья! С вами Пауль Крец, и сегодня рассматриваем тестовые снимки с фотоаппарата Canon 5D Mark II. Как вы видите, снимки все одинаковые, так сказать, в студийных условиях, при контролируемом освещении. Ну, оно не контролируемое, потому что оно дневное, но практически неизменное, очень быстро эти снимки были сделаны. В общем, все в одних и тех же условиях. Снимки в реальных условиях съемок, разнообразные, портретные, ночные, какие угодно. Можно посмотреть в моем гигантском обзоре этого фотоаппарата, который я сделал. Прикреплю здесь в уголке видео, посмотрите, если ваше устройство позволяет нажимать и открывать. И там, конечно, результаты могут быть совсем другие, как в лучшую сторону, так и в худшую. Здесь же у нас такой чисто контролируемый тест всех значений ISO. Фотоаппарат позволяет использовать ISO от 50 до 25600, из которых от 100 до 6400 – это родные ISO. Остальные все расширены, то есть 50, 12, 800 и 25600 – это расширенные значения. Перейдем, соответственно, в раздел проявки наших RAW файлов. Здесь у нас полный размер, 21 с копейками мегапиксель, как вы видите. Снят он объектив, довольно старый, сверхширокоугольный 1735 2.8 LK USM. Очень старый объектив, у него не самое идеальное качество изображения уже на 21 век. Но, тем не менее, на 24 мм, при диафрагме 5.6, чтобы все-таки глубина резкости была побольше и кадр порезче. Сразу определимся с условиями, выделим все наши файлы. Зайдем в настройки. Поставим везде, наверное, одинаковую температуру. Температуру 5200, ну пусть будет 5200. И везде одинаковый оттенок, пусть будет нулевой для всех снимков, чтобы у нас не было разницы в температуре, и нас это не смущало. Также зайдем в Details и уберем дефолтную резкость в 0. Да, при увеличении может вам не показаться картинка такой резкой, но если вы будете в реальном приложении использовать эти снимки, то есть где-то печатать, куда-то пересылать, конечно, резкость вы будете возвращать, или сразу при съемке, или в постобработке, это все понятно. Но здесь, чтобы увидеть настоящую текстуру и количество наших шумов, мы резкость убираем. Также и убираем шумоподавление цветовой составляющей цифрового шума, которое здесь по дефолту почему-то обычно включено, чтобы тоже видеть абсолютно все шумы. Корректировку аберраций, может быть, и можно было бы включить, но опять-таки для выяснения динамического диапазона и количества шумов это нам в роли не играет. Тем более, что такой старый объектив, да, вот мой Lightroom даже не определяет. Ну и давайте начнем. Сначала стандартная моя проходочка до Highlights и обратно, и также с тенями. И посмотрим. Вот самое расширенное значение ISO 50, f5.6. И в тех условиях, это мой, кстати, тренажерный зал, маленький даже не тренажерный зал реабилитации. И я решил, что пока у меня было там время свободное от клиентов, вот решил сделать тестовые снимки. Потому что здесь видно и Highlights есть, и темные зоны, как темные, так и тени, и всего, в общем-то, достаточно. Потребовалась одна секунда выдержки, чтобы сделать вот такой вот снимок со стандартной экспозицией. Ну, в общем-то, вы все видите. Снимок как снимок, ничего особенного, резкостью не блещет. Ну, опять-таки, потому что резкость дефолтная отключена. Краям немножечко он чуть-чуть размазывается. Ну, тут вопрос глубины резкости и качества объектива. В общем-то, так критичного ничего нет. Снимок как снимок. Едем дальше, пересвечиваем картинку на одну ступень. По гистограмме видим, что все в порядке. Но, чтобы получить стандартную экспозицию, мы одну ступень убираем. И, ну, не видим, ничего абсолютно не произошло. Даже по гистограмме, вот если переключаться между этими двумя снимками, практически все идентично. И мы ничего не потеряли при коррекции одной ступени экспозиции. Едем дальше, пересвет на две ступени. То есть ISO 200. От исходных, расширенных ISO 50. Убираем две ступени экспозиции. И по гистограмме немножечко есть сомнения. Но вроде бы пиков мы каких-то критических не видим. Смотрим здесь. Да, хроматические аберрации есть. Это всегда можно убрать. Это к делу сейчас не относится. Смотрите, хайлайты на месте. Причем интересно. Смотрите, как все было пересвечено. И если мы две ступени убираем, мы ничего не потеряли на двух ступенях экспозиции. Это на самом деле замечательно. Потому что некоторые фотоаппараты... Вот смотрите, дверь вообще пересвечена. Оказывается, она там есть. Некоторые фотоаппараты уже от полутора ступеней начинают терять хайлайты. То есть светлые области. Ну, посмотрим, сколько выдержит наш старичок 5D Mark II. Здесь у нас три ступени. Вот тут, конечно, будет уже сложно, потому что все совсем затерялось. Давайте уберем три ступени. И увидим, что часть уже заклиповалась. Здесь справа вверху на гистограмме видно, да, что справа уже никакой информации нет. Это значит, что светлые области заклиповались. Вот при этом большая часть все-таки вернулась. Я бы сказал, что в критических условиях, смотрите, три ступени хайлайтов вернуть можно. То есть вот здесь все, они потерялись. Уже не будет такого, как у нас, когда было минус две ступени, да. То есть решеточки жалюзи мы, конечно, уже не увидим. Вот как здесь, да. Вот. Да, они затерялись уже. Минус три ступени многовато для такого старого фотоаппарата. Но в целом, смотрите, дверь у нас, в общем-то, вернулась. Напомню, что у нас было в исходнике. Смотрите, вот такой пересвет. И минус три ступени, да, теряется. Уже чуть-чуть хайлайты, но вообще-то это очень неплохо. И даже, я бы сказал, неплохо по сравнению со многими другими фотоаппаратами. Даже более современными. То есть в тенях и все остальное, понятно, что все сохранилось. Сейчас речь здесь только о хайлайтсах. Но вот дальше я уже не уверен, что при пересвете на четыре ступени удастся что-то сохранить. Да, здесь мы видим, что примерно треть всего диапазона динамического уже потеряна. И, конечно, все, дверь уже слилась. Это все один белый тон. И хайлайты у нас потерялись. Так что вот четыре ступени – это перебор. Три, в общем-то, тоже перебор. Но две с половиной, я думаю, смело можно восстанавливать. Ну, чисто из интереса посмотрим еще минус пять ступеней. Максимум позволяет Lightroom. Да, тут картинка уже совсем рассыпалась. При этом давайте отметим, перейдем, скажем, в режим сравнения. Возьмем вот исходник 50. И посмотрим на еще оттенок цвета. Меняется что-то или нет. Две ступени, три ступени. Нет, в общем-то, мы не видим какой-то разницы в цветах. Так, да, вот три ступени хайлайта. Вот здесь вот видно немножечко уже побелее, чем здесь. Но в целом, абсолютно, на мой взгляд, в критической ситуации юзабельный снимок. Вот четыре ступени – все. Да, здесь дверь уже пропала. Но оттенок… оттенок. И немножко кажется, что здесь желтее или зеленее в некоторых местах. Особенно вот на трех ступенях. Но на четырех уже ближе к оригиналу. И пять ступеней, да, вообще сложно уже оценить. В общем, оттенок тоже немножко меняется. Это мы замечали в других многочисленных тестах, аналогичных, на другие камеры Canon. И не только Canon. Но у Canon четко заметно, что при сильной коррекции экспозиции, если не до света или пересвет, даже оттенок картинки может меняться. Не только количество шумов, хайлайтов, теней. Вот. Так что на ISO 1600, если вот мы захотели пять ступеней убрать, конечно, тут уже делать нечего. Все затерялось. Теперь давайте пойдем в обратную сторону. Мы возьмем в качестве стандартной экспозицию с ISO 1600. И при той же самой диафрагме 5.6 нам потребовалось 1.25 секунды, чтобы получить стандартную экспозицию. Мы видим, что даже, да, с убранными полностью назначениями резкости, вообще-то неплохой вполне себе снимок, учитывая, что это снято в помещении. Это чисто цифровые RO данные, без каких-либо улучшалок. Неплохой снимок. Но вот здесь, да, где в тенях, уже видны, конечно, шумы на ISO 1600. Причем это, соответственно, 21 мегапиксель, увеличенный один к одному. То есть обычно так, конечно, не делается, если вы не собираетесь кропить, конечно, там дикую природу или еще что-то. В общем, в таких вот масштабах очень вполне чистая, хорошая картинка. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы будем не досвечивать и возвращать экспозицию уже искусственным образом на посте. Понятно, что хайлайты все сохранятся, никуда они не денутся. Но мы попробуем посмотреть на количество шумов. В таких вот масштабах, в полной картинке, честно скажем, не сильно-то и видно. Вот до трех ступеней, да. Давайте возьмем, снова, наверное, перейдем в режим референс, и так будет проще. И возьмем какую-нибудь центральную часть. И поехали. ISO 1600, ISO 800. Разницы практически нет. Да, количество шумов увеличивается, это видно. Но разница совсем не критическая, учитывая, что мы один к одному увеличили на 100%. Плюс две ступени вытягивания шумов, вернее, теней. Да, да, хуже ситуация. Количество шумов, конечно, увеличивается. Но не настолько. А вот плюс три ступени экспозиции, если мы компенсируем, здесь мы видим уже серьезную деградацию. Появилось очень много цветовых вот этих самых пятен, синих и красных, шумовых. Из-за чего, видите, что изменился и оттенок, более такую маджентовую, фиолетовую сторону. Напомню, что здесь в Lightroom есть дефолтная коррекция. Именно цветовой составляющей шума. Пара-па-пам! И если мы его так корректируем, картинка значительно улучшается. Но оттенок все равно поменялся. Посмотрите, здесь более желто-зеленый, здесь более такой маджентово-фиолетовый. И это уже, соответственно, с коррекцией, которую мы, конечно, сейчас уберем, чтобы видеть все настоящие шумы. Далее идем минус, сколько у нас, плюс четыре ступени. Ну и, конечно, тут все еще хуже. Здесь мы видим прям, посмотрите, практически... Давайте поменьше сделаем. Паттерн такой, паттерн матрицы. Полоски вертикальные, горизонтальные. То есть тут с шумами совсем все уже плохо, если вы ошиблись на четыре ступени. Видны и шумы, и даже полосы, видимо, какой-то матрицы. Причем, интересно, это от старости стали эти полосы проявляться? Или это такая сама структура сенсора, что вот, видите, где-то проскакивают какие-то пиксели, где-то нет. Но клетка такая видна. И нет сомнений, что, конечно, если возвращать пять ступеней экспозиции, то шумов много, оттенок все еще, да, немножко поменялся. И, конечно, эта клетка-сетка стала еще хуже. То есть, по сути, мы видим, что в небольших пределах, наверное, до двух ступеней, можно вытягивать тени и не добавляя очень много шумов. Хотя даже здесь, даже на одну, и даже на две, и даже на одну ступень, конечно, шумы тоже немного добавляются. С этим ничего не поделаешь. Что лишний раз доказывает, что камеры Canon чувствительны по-настоящему к ISO. Если не знали, посмотрите мои видео про ISO. Есть камеры, в которых ISO не играет никакой роли, а является таким, ну, по сути, постобработкой такой, которая делается прямо в камере. А исходные данные сохраняются без изменений. Вот в Canon'ах ISO играет роль. И не знаю, на каком месте там в цепочке находится, но на постобработке, даже в RAW-файлах, конечно, если крутить, то сильно видна разница. Теперь пойдем мы еще выше. Так, на чем мы остановились? ISO 50. Теперь мы возьмем за основу более высокий ISO. ISO 800 для чего? Для того, чтобы дойти до максимального расширенного значения. Поскольку на расширенных значениях обычно динамический диапазон падает. И, как мы видели, до трех ступеней можно сохранять. Вот давайте посмотрим. ISO 800, ISO 1600. Все сохраняется. Минус две ступени ISO 3200. Хайлайты, опять-таки, замечательно сохраняются. Минус три ступени. Мы должны увидеть ту же самую картину. Да, чуть-чуть. Ну, ровно то же самое, что на низких ISO, что на высоких. То есть, как вы понимаете, общее количество шумов будет чуть больше. А может быть, даже и не будет. Смотрите, на ISO 6400 вполне чистая картинка. Почему? А посмотрите мое еще одно видео, тоже прикреплю в уголке, что высокие ISO вообще не добавляют шумов. Вообще. Не имеет никакого отношения высокие ISO на самом деле к шумам. Вот посмотрите это видео. Поэтому даже на ISO 6400 мы видим, что при пересвете у нас шумов не добавляется. Но хайлайты уже начали теряться. А вот теперь пошли у нас расширенные значения. И при этом еще и пересвет на 4 ступени. Я бы сказал, что учитывая, что это расширенное значение, выглядит оно не особо хуже, чем родное значение. Хотя обычно расширенное значительно хуже. И мы даже попробуем, наверное, сравнить. Если взять пересвет на 4 ступени вот здесь. Да, при ISO 800 пересвет на 4 ступени. И при ISO максимальном 25600. Не 25, а пока еще 12800. Да, минус 4 ступени. И кажется, что немножечко больше на расширенном значении теряются хайлайты. Понятно, что шумов чуть больше. Потому что это уже совсем гигантское. ISO 800 и 12800. Огромная разница. Но не настолько критично. И смотрите, даже расширенные значения ISO в принципе в целом юзабильные. То есть на ISO 800, конечно, чище. Видите, вот здесь детальки сохранились. А здесь они уже разрушаются. Но в таком вот масштабе, в общем-то, вполне юзабильные. Ну, как я уже сказал, как это все выглядит на реальных снимках в реальном приложении, посмотрите в большом обзоре. А здесь дальше еще будет серия снимков, на которых мы тоже посмотрим чуть детальнее. Ну и минус 5 ступеней. Да, конечно, полная деградация картинки. Это пересвет на 5 ступеней. Если мы убираем их, то тут, конечно, совсем картинка развалилась на 25600. При этом напоминаю, что шумов не так уж и много, учитывая, что это 25600. Потому что шумы зависят совсем не от этого. Но хайлайты потерялись, картинка рассыпалась. Это не юзабильный снимок. А 12800, если у вас не слишком много хайлайтов, и вы можете вот так ими пожертвовать, в принципе, вполне сносный. Я не знаю, можно попробовать их еще убрать. Но от этого, конечно, они не появятся. Или еще? Нет, хайлайты, да. Ну, тут не ошибешься, потому что по гистограмме видно. Вот здесь вот этот пик. Да, и вот здесь нет никакой информации. Вот эти все светлые области, просто их не существует теперь на снимке. Так, и 5 ступеней. Далее осталось еще 2 серии снимков у нас. Это пойдем в обратную сторону. Мы берем за стандартную экспозицию 25600, как вы видите. Диафрагма 5,6, 1,04 секунды, ISO 25600. Да, шумов очень много. Причем цветовых, то есть и оттенок потерялся. Ну, хайлайты мы сохранили, благодаря, соответственно, выдержке. И все, в общем-то, хорошо. Ну, снимок, пожалуй, не юзабельный все-таки. Многовато шумов. При таком раскладе, может быть, даже имеет смысл немножечко затемнить картинку, как мы видели в предыдущем тесте, и вернуть экспозицию. Ну, или наоборот, пересветить за счет выдержки и потом снизить пару ступеней. Да, хайлайты сохранятся, но шумов будет меньше. То есть, это вот лучше такую вот тактику применять. Так называемую ETTR, exposed to the right. То есть, по правой стороне гистограммы проводить экспозицию. И сохранять хайлайты, и при этом будет меньшее количество шумов. Здесь же при стандартной экспозиции на 25600, конечно, все очень шумно. Но давайте начнем не досвечивать и возвращать одну ступень экспозиции. И смотреть. Ну, количество шумов как было огромным, так и осталось. В самой какой-нибудь мега критичной ситуации, ну, наверное, можно и так даже фоткать. Причем это без шумоподавления, напомню. Но этим мы, наверное, чуть позже займемся. У нас есть еще в запасе серия снимков. Вернем теперь из ISO 6400 две ступени. Шумов, шумов. Сколько у нас шумов? Я не вижу, чтобы была значительная прибавка шумов. Хотя, пожалуй, она есть. Да, несмотря на то, что ISO мы снижаем, вот лишний раз вам доказывается. Количество шумов на ISO 6400 мы видим больше, чем на 25600. Все потому, что мы искусственным образом возвращаем экспозицию. Тоже, 3200, ну, хайлайты на месте, им некуда деваться, потому что мы их не уничтожили. А вот с искусственным повышением экспозиции на посте, конечно, шумы у нас все возрастают и возрастают. И вот сюрприз на ISO 1600. Причем, смотрите, чем больше мы возвращаем, тем больше меняется оттенок. Вот оригинальный цвет, да, с настоящим ISO, то есть правильно выставленными всеми параметрами. ISO выдержка диафрагмы. Но если мы неправильно проэкспонировали и пытаемся вот 4 ступени возвращать, мы получим вот такую фиолетовую картинку. Ну и возвращая 5 ступеней, несмотря на то, что это уже ISO 800, куча шумов. И, конечно, оттенок совсем не тот, как был вот у нас в оригинале. Ну, это все-таки извращенные издевательские тесты. А теперь мы посмотрим снимки, чего я раньше в своих многих тестах не делал. Опять-таки потому, что считал, что фотографии в реальном приложении я всегда показываю в обзорах. Не посредственно обзорах фотоаппарата, там всегда куча-куча-куча самых разнообразных тестов и обычных фотографий в реальной жизни. Но здесь я решил теперь добавлять еще серию, то есть снимки на всех значениях ISO при стандартной экспозиции. То есть наблюдайте вот сюда в левом верхнем углу, как меняется ISO. Диафрагма будет та же самая, как меняется ISO. И, соответственно, ISO меняется и выдержка, чтобы поддерживать стандартную экспозицию. И вот у нас 1,3 секунды понадобилось при ISO 50 и диафрагме 5,6. Напомню, что можно включить дефолтную резкость. И вот такой отличный резкий хороший снимочек получить. То есть с накамерного JPEG у вас было бы примерно то же самое, либо вот если вы резкости добавляете на посте. То, что резко снижается к углам, там хроматические аберрации и так далее, это другой вопрос. Вопрос уже объектива. Здесь у нас очень старенький, с неидеальной картинкой. Но, тем не менее, едем дальше. ISO 100. Потребовалась, соответственно, в два раза короче выдержка. Нормальный чистый снимок, все хорошо. ISO 200. Выдержка у нас начинает укорачиваться. Тоже не видим никаких проблем. Шумов, в общем-то, нет. Стандартный и хороший снимочек. Ну, для полного кадра это все, конечно, семечки. ISO 400. Можно, в принципе, им всем вернуть дефолтную резкость. Хотя нет, не будем. Нам все-таки количество шумов надо посмотреть. И текстуру шумов реальную. ISO 800. Это все для полнокадрового сенсора должна быть не проблема. На кропнутом сенсоре, конечно, выше 400 ISO. Ну, может быть, выше 800. Уже начинаются шумные проблемы. Здесь, в общем-то, все не так плохо. Даже на таком древнем фотоаппарате, на ISO 800, чистая картинка. ISO 1600 в пленочные времена. В древней это был практически предел светочувствительности. Но мы и здесь видим, что уже вот на 1600, наверное, это предел. Дальше начинаются уже шумы появляться. То есть, в целом, картинка юзабельная. Особенности добавить резкости. Можно добавить даже шумоподавление. Ну, картинка вполне юзабельная. Вот 3200. Это то, что уже фактически было недоступно в пленочные времена. А в цифровых камерах это сейчас уже совсем невысокое ISO. Но в такой старой цифровой камере, как 5D Mark II, мы уже видим, что шумы, конечно, проявляют себя вовсю при ISO 200. Давайте вернем резкость. Чисто из интереса. И посмотрим. Да, хорошая резкая картинка. Но количество шумов уже не совсем приличное. Хотя в таком масштабе все неплохо. 6400 для стандартной экспозиции опять-таки 0,01 секунды при диафрагме 5,6. Все то же самое. Количество шумов увеличивается. И на 6400 уже не очень-то приятная картинка. Давайте вернем резкость и вернем шумоподавление цветовое. Смотрите, насколько лучше стала картинка. Ну и при желании можно обычное шумоподавление тоже добавить. Сгладить немножечко картинку. И смотрим, что вот где-то вот так на 6400 у нас получается снимок. Шумоподавление, к сожалению, конечно, сглаживает детализацию. То есть можно убрать его. А так, если убрать цветовую составляющую шумов, то тоже не так уж и плохо. Хотя немножечко искусственность видна. Но на самом деле вот какое здесь количество шумов. Давайте теперь посмотрим еще гораздо интереснее самые высокие значения ISO 12800. Да, мы видим, что вот эти все пиксельки у нас горят. Много шума уже достаточно. Но, в принципе, картинка юзабельная. Смотрите, если правильно выставлять диафрагму и выдержку, то на 12800 мы даже не видим такого паттерна сетчатого, который у нас был здесь вот на матрице, когда мы совсем не пересвечивали или не досвечивали. То есть при правильном выставлении экспозиции, в общем-то, паттерн шума такой нормальный и равномерный. Здесь, конечно, есть какие-то полоски, но это может быть полоски даже и на полу. Что же еще? Давайте вернем резкость дефолтную. Вернем шумоподавление цветовой составляющей. И видим, что шум стал равномерный. Просто такое зерно без цветов. Ну, резкость как резкость. Конечно, резкость немножко детализации теряется за счет того, что очень высокая светочувствительность. И шумоподавление тоже, конечно, крадет немножечко детализацию. Вот, как видите, как все это выглядит. И со стандартным шумоподавлением вот так вот. Но вообще-то, если очень-очень нужно, вполне юзабельная картинка на 12800. Особенно, если ее не кропить и не увеличивать. Потому что вот так, да, будет слишком многовато шумов видно. В большом масштабе все нормально. Вернее, в мелком. Ну, и критическое значение у нас 25600. Тоже, смотрите, в сравнении с предыдущим. Так, цвет. У нас меняется оттенок на более фиолетовый. Причем, мы видим, по углам стал даже еще более фиолетовый. Вот здесь вот картинка совсем какой-то кошмар. Но это уже критичное ISO максимально для данного фотоаппарата 25600. Тоже можно резкость дефолтную чуть-чуть вернуть. Детализация пропадает. Тут циферки уже плохо видно. Ну вот. Но в целом тоже, я бы сказал, можно использовать на самый-самый критический случай. Хотя лучше, на мой взгляд, было бы 12800 и на ступень подкорректировать экспозицию в нужную вам сторону. Уберем немножечко шумы. Вот, смотрите, если убираем чисто цветовые шумы, но все равно мы видим, что поджарилась матрица вот здесь немножечко в углу, чего не было на предыдущем снимке. Вот видите, он был более чистый. Хотя намеки на это уже есть. То есть даже с шумоподавлением... Так, где у нас? Вот он. Даже с шумоподавлением цветовым, скажем так, все равно здесь немножечко видны артефакты. И, конечно, картиночка портится. Ну, в общем-то, нет такого сильного изменения, как мы видели, например, в тестах 70D или 80D. Или даже на первой пятаке я делал подобный тест. Там при самых крайних критических значениях бывали сильные проблемы. Или зелень выскакивала, или фиолетовость. Здесь, в общем-то, приняты даже скромные вот такой обработки. Вот можно шумоподавление немножечко еще добавить. Да, слишком гладкая и мягкая картинка. Ну, в общем-то, что можно большего хотеть от 25600? Напоминаю, как выглядит оригинал, если мы убираем все корректировочки. Да, выглядит не очень-то прилично. Тем не менее, видим, что совсем неплохо на самом деле себя показывает 5D Mark II. Даже лучше, чем некоторые другие фотоаппараты. И матрица вполне неплоха. Можно ее использовать. Ну, недаром многие используют этот фотоаппарат по своим возможностям. И соотношению цена-качество. Замечательный просто прибор. И кто на бюджете в критической ситуации, да. И он, конечно, намного-намного более продвинутый и функциональный, чем самый дешевый полнокадровый фотоаппарат Первый Пятак. Поэтому здесь уже можно снимать видео и приличные фотки получать с высокими ISO. Напомню, что на Первой Пятаке самое-самое максимальное, это даже расширенное значение, всего лишь 3200. А здесь родные только до 6400. Ну и дальше, как вы видели, поднимаемся до 25600. Вот, собственно, все, что я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на канал, оставьте комментарий о своем опыте использования 5D Mark II. И увидимся в следующих видео.